Дарья Анкехова Дарья Анкехова Также у нас сегодня в студии Павлов Степан, руководитель пресс-службы, находится справа от меня, и слева от меня находится Виктор Климовский, мастер штаба студенческих отрядов Северо-Восточного федерального университета. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Ну что ж, Алдалена, первый вопрос к вам. Вы являетесь комиссаром. Для многих телезрителей, возможно, непонятно это слово, комиссар. Ну, проще говоря, вы являетесь заместителем руководителя. Да. Ну, так как по традиции вас положено звать комиссар, первый вопрос к вам, Алдалена. Что же такое студотряд? Ну, студотряды, это вообще вот российские студентские отряды, это самая масштабная такая организация, которая охватывает все регионы России. И одним из филиалов, которого являемся мы, вот, Якутия, получается, да. И мы занимаемся тем, что занимаем студентов в их свободное время и устраиваем в работы, вот, временно занятость устраиваем. И, получается, насыщаем их жизнь, вот, именно студенческими отрядами, можно сказать. Ну, Алдалена, что касаемо истории именно в республике, как давно у нас в республике появились студотряды и немножечко, может быть, предысторию небольшую? Ну, студотряды у нас имеют большую историю. В этом году вот студенческим отрядам Якутии исполняется 50 лет, у нас юбилей, то есть вот уже полвека наши студенты, бойцы, вот наши дедушки, прадедушки, отцы, матери трудились уже в рядах студенческих отрядов. И вот мы строим будущее, до сих пор мы работаем, и, получается, первые отряды появились в стенах нашего Якутского государственного университета 50 лет тому назад. И вот до сих пор вот мы трудимся, развиваемся. То есть, Алдалена, правильно понимаю, если, допустим, кто-то из телезрителей, возможно, не знает, да, студотряд, это ты должен быть обязательно активным, активным, амбициозным студентам, желающим поработать на благо не только ради выгоды, да, финансовой, все-таки есть финансовая подоплека, да, ну, а также на благо вообще Родины, на благо каких-то общественных дел. Да, вот 57 лет во благо страны трудятся, вот, получается, все студенческие отряды России. И вот ребята, они, вступая в наши отряды, вот, наши ряды, да, получают очень многое. Они не только вот зарабатывают деньги, они находят своих верных друзей, находят любовь. А у некоторых вообще вот жизнь полностью связана с студенческими отрядами. Ну, наши отряды, вот, они не только вот строительные отряды, вот, принято вот считать, что студотряды, это только строитряды, да. Да, вот даже, мне кажется, многие, наверное, думают, что это слова-синонимы студотряд и стройотряд, совершенно неправильные. Неправильные, потому что стройотряды, это только лишь одна ветвь, вот, всех студенческих отрядов. А в наши ряды входят также и педагогические отряды, профильные отряды, путинные отряды, выездные отряды, вот, вот, в профильных отрядах еще очень много подразделений, так что... То есть у вас прям огромная организация, да? Да, огромная организация, которая, вот, разносторонне работает. Ну, и как вот ты уже сказала, Алдалена, что один из самых крупных штабов у нас находится, конечно, в Северо-Восточном федеральном университете. Да, конечно, вот, получается, ну, наш головной вуз республики, не только республики, но и вообще вот Северо-Восточного федерального, ну, Северо-Востока, получается, всей России, поэтому самое большое количество студентов именно из Северо-Восточного федерального университета. Ну, и здесь переходим тогда, наверное, к Виктору. Виктор, здравствуй. Ты являешься мастером штаба. Да. Что же такое мастер штаба? Ну, мастер штаба, он отвечает за хозяйственную часть, то есть он выдает инструменты, следит за ними, а также за технику безопасности. Выполнение техники безопасности, получается, бойцами в рабочее время. Вот сколько бойцов в Северо-Восточном федеральном университете? По плану на этот год, в 2017 год, у нас мы должны трудоустроить 5000 студентов. 5000 студентов? А студентом какого факультета являешься ты? Я студент исторического факультета, уже, получается, четвертого курса. А ты сразу попал в студотряд или только буквально недавно? Я попал в первом курсе, это уже три года назад, получается. Три года тоже, да? И вот, как нам уже рассказала Авдалена, у вас очень активная деятельность, различные мероприятия, выездные какие-то, да? Вот твое самое яркое за три года, самое яркое воспоминание? Самое яркое воспоминание у меня, интересно, это было во Всероссийском свете станичка отрядов в Новосибирске. Ну, получается, у нас Всероссийские света проходят каждый год. В этом году у нас пройдет в городе Якутске. В Новосибирске мне запомнилось открытие. Открытие. То есть там было, наверное, что-то триумфальное такое? Да, ребята поставили номер, получается, штаб регионального отделения Новосибирска. Было много приглашенных гостей, были ветераны, были бойцы других регионов. То есть это оставило такое яркое впечатление? Да, очень большое. Да? То есть, возможно, ты, наверное, хочешь, чтобы и у нас в Якутске в этом году именно так же все прошло, да? Да, и намного лучше. Намного лучше хочется, да? Хорошо. Я знаю, что у вас был или существует по сей день летний трудовой лагерь. Что это такое? Трудовой лагерь. Летний? Трудовой сезон. Трудовой сезон. Да, ну, получается, мы, наша деятельность заключается в том, чтобы предоставить студентов в летний период, временное трудоустройство. И летний трудовой сезон, это, проще говоря, нашими словами, целено. Когда бойцы, командиры, комиссары выходят в неучебное время, получается, на работу. Ну, хотя многие студенты хоть и разъезжаются, но те, кто у нас в городе остаются, они активно занимаются. Вот какие виды работы выполняют бойцы студотряда? На данное время они благоустраивают округа города Якутска. Получается, покраска, сажают цветы, снос складов старых зданий. И вот недавно отряд Чагулхан, он построил сквер на территории, не помню, округа. Ну, то есть занимаются и сносом старых зданий, и строительством занимаются, да, различных скверов, а также озеленением города занимаются, да? Вот такая активная деятельность на летний сезон, да? Хорошо, а вот у нас в студии еще есть сегодня Павлов Степан, он является руководителем пресс-службы. Степан, вот как уже затронула тему Молдолина о том, что этот год у вас юбилейный. Да. 50 лет студотрядам нашей республики. Наверное, у вас проходят различные также мероприятия, но ты, как руководитель пресс-службы, расскажи, пожалуйста, нам про юбилейную книгу. Да, в этом году действительно студентским отрядом исполняется 50 лет, студентским отрядом Якутии, и в рамках этого юбилея планируется создание юбилейной книги, где будет написана история студентского отряда в Якутии, начиная с 1968 года. В этой книге собраны воспоминания наших ветеранов, истории всякие разные, фотографии, а также в этой книге написаны истории рассказов современных бойцов, командиров, комиссаров современных студентских отрядов. Примерно когда выходит в свет эта книга? Книга сейчас уже находится в стадии разработки, макет уже кутов, и планируется издание книги в сентябре месяце, уже мы получим книгу. А возможно ли нашим телезрителям где-то достать эту книгу в легком доступе? То есть будут ли они на прилавках магазина, или все-таки нужно будет приобрести такую интересную книгу именно только через ваш студотряд? Только через наше оригинальное отделение, да. Хорошо, а у меня еще есть одна информация, что помимо замечательной юбилейной книги, посвященной 50-летию, да, у вас также планируется открытие памятника. Памятника, и это, наверное, будет такое достаточно масштабное мероприятие. Вот что за памятник, и где его будут воздвигать? Это вот такое грандиозное событие, такое, сказать, историческое, да. Вот на территории Судгородка будет построен памятник, который будет называться «Слава студенческим отрядом», и «Слава» именно нашим ветеранам, получается, вот, для них строится памятник. Как будет он выглядеть? Памятник представляет собой постамент, где будет стоять три человека, девушка и два парня. А олицетворяющие? Олицетворяющие труд, юность, молодость и студенческий отряд. То есть они будут просто обыкновенными, это будут парень, девушка и парень, обыкновенные студенты, да? Студенты-бойцы. Бойцы-студенты-бойцы. Ну что ж, ребята, вот мне бы, у меня вот возникает еще один вопрос. Вот как пришла идея вообще вам вступить в эти ряды, и вот, допустим, у девушки, Алдалена, вот ты как стала, и тем более еще ты стала и комиссаром, значит, ты, наверное, прям живешь, наверное, да? Ну да, вот получается, да, как я уже говорила, студентские отряды, это не только строитряды, я свою деятельность в студентских отрядах начала благодаря педагогическим отрядам. То есть я вожатая, и вступила в ряды вожатых, САХА, вот там я получила очень много опыта, не только вот именно в сферах студентского отряда, но и вообще жизненного опыта. И вот в рядах педотрядов я каждое лето работала, работаю в лагерях детских вожатой, и получается, я тоже боец, я тоже вот студотрядовец, но не строитрядовец, а вожатая. То есть ты себя больше в этом направлении? Да, я конкретно вожатая, и, ну, бывших вожатых не бывает, я всю жизнь буду вожатой, себя так и буду называть. И, ну, поэтому вот комиссар это более такой культурно-массовый творческий человек, и поэтому вожатые более подходят к этой должности. Нежели со строя отряда, допустим, да, активистка. Ну, да, ну, в принципе, можно, но, ну, вот такое есть. Вожатым прям суждено быть комиссарами, да? Ну, можно и так сказать. А скажи, вот много ли у нас, если взять в целом ваш студотряд, больше все-таки девочек или мальчиков? Ну, 50 на 50, можно сказать, потому что, ну, если раньше было очень много парней, то сейчас девушек активных таких, амбициозных тоже стало очень много, тем более вот направлений много, поэтому никого вот не выделяем, 50 на 50. А средний возраст, вот все-таки ребята больше, когда поступают в университет, активно участвуют, или все-таки они больше там на втором, на третьем курсе уделяют внимание именно такой деятельности? Ну, в этом плане, ну, спорный вопрос, кто как захочет, да, получается, если они вступают вот в первом курсе, если им нравится, то им остается, ну, они остаются вот дальше, да, а когда вот они, наоборот, если во втором курсе поступают, то они уже видят, получается, это хорошо, вот уже на опыте поступают, поэтому можно и так, и так, но главное, чтобы было 18 лет, да, только совершеннолетние могут вступать. То есть, обязательное требование 18-летия, совершеннолетия, да? Да. И после, и, конечно, желание, наверное, да? Ну, да, конечно, желание. Желание, а также, наверное, все-таки какой-то дух патриотизма, да? Все-таки это история и культура, да? Да, конечно. Ну, что ж, мы обязательно, дорогие телезрители, продолжим вот такую интересную беседу с нашими уважаемыми студентами, бойцами студотрядов. И, пожалуйста, оставайтесь с нами, не переключайтесь, все самое интересное сразу после небольшой короткой рекламной паузы. Ну, что ж, мы снова приветствуем вас, вы смотрите летний эфир. И сегодня в этой студии мы говорим с вами про деятельность одной из самых активных, масштабных и очень интересных организаций нашего, нашей республики. Это студотряды. Вот даже опять у меня автоматически вылетают стройотряды. Ведь мы до ухода на рекламу, мы немножечко развеяли, да, этот миф о том, что студотряд и стройотряд – это одно и то же. Ну, что ж, мы продолжаем нашу беседу. Ну, Алдалена, у меня возник вопрос. Вот многие, возможно, студенты, ну, к сожалению, не знают, да, о наличии студотрядов в нашей республике. Помимо летнего периода, мы уже поговорили о нем, чем можно заняться, да, в летний период. Ну, а зимой, зимой чем же занимаются наши студенты? Где можно поработать и принять активное участие? Да. Ну, есть вот некоторые отряды, которые вот работают в зимнее время тоже. Это медицинские отряды, вот вожатые тоже работают вот тесно со школами, с разными. Есть еще вот выездные отряды наши, у некоторых отрядов есть вот именно стройка в зимнее время, да. И еще помимо работы, наша организация очень такая насыщенная, можно сказать, в плане мероприятий. У нас круглый год проходят различные мероприятия наши традиционные, это вот... К примеру, какие? Да, начиная вот с февраля, можно сказать, месяца, у нас 17 февраля является днем российских студентских отрядов, это всероссийский государственный праздник, да, который был подтвержден указом президента Путина, можно сказать. Поэтому вся Россия празднует этот праздник, и мы не исключение. И помимо этого, мы устраиваем встречи с нашими дорогими ветеранами. Ну, ветеранами мы называем всех тех, кто прошел через отряды, это не только бабушки, дедушки, но и все, можно сказать. Еще вот перед трудовым сезоном у нас много мероприятий, получается, добровольческая деятельность. Мы принимаем участие во Всероссийской патриотической акции «Снежный десант», он у нас весной как раз проходит. Все штабы, вот наши местные штабы, получается, внутри себя организуют много мероприятий. Школа подготовки командиров и комиссаров среди штабов, внутри нас, регионального отделения. Потом уже окружные мероприятия, очень насыщенная жизнь. И еще во время трудовой сезона, ну, мы открываем трудовой сезон очень официально, с участием главы нашего Егора Фенасьевича Борисова, устраиваем ИСЭХ нашим ребятам, открываем и закрываем очень так масштабно наши трудовые сезоны. Вот так вот мы живем. У меня просто это, в голове даже не укладывается, сколько у вас мероприятий, да, но очень насыщенный у вас график. А вот Виктор знает очень много по поводу вот выездных ваших мероприятий, потому что это больше, все-таки Алдалена у нас вожатая, а ты, видимо, специализируешься больше на выездных. Что же это такое? Как часто вы выезжаете и куда вообще выезжают студотряды? Ну, каждый год, получается, наши студенты, неважно, какого университета, вуза, выезжают на всероссийские проекты. Это такие студенческие стройки, как Космодром Восточный, в Челябинской области действует Мирный Атом, город Озерск. И также в этом году в нашей республике начала действовать новая всероссийская студенческая стройка «Север». Север. Да. А что, где это проходит и чем вы там занимаетесь? Я, например, в прошлом году выезжал в Космодром Восточный, это в Амурской области, город Целковский. Выезжали в количестве 11 бойцов. Я был в качестве комиссара отряда. Работали два месяца. Также там, получается, отдельно создавался штаб всероссийской стройки. Назначался комиссар, командир штаба. И было много проведено мероприятий с их стороны. Мы принимали участие. И с разных, получается, студенты с разных регионов тоже приезжали. В общем, приняло участие около 20, если не ошибаюсь, отрядов из разных регионов. В этом году я ездил на весенний этап Космодром Восточного в количестве 20 бойцов. Отряд «Харесхал». Ну, отрядов было поменьше, но все равно тот же дух, та же атмосфера все равно же осталась. Осталась. То есть это отличная возможность познакомиться, завести себе друзей на всей территории нашей страны. Да, из других регионов. То есть это помимо того, что вы работаете, также вы еще и заводите отношения, дружеские отношения с ребятами, которые поддерживают ваши идеи. Ну, работа в основном, получается, на стройке. Мы строили жилой дом девятиэтажный. Прошлым летом мы строили ангар. Работа по заливке бетона, по вязке арматуры. Также ребята клали тротуары. Ну, работа разноплановая и такая мужская, получается. Мужская работа. То есть для тебя это еще и опыт, огромный опыт. Да, огромный опыт. То есть дом построить себе ты уже сможешь. Отлично. А вот у меня, я смотрю на вас, и часто в городе вас можно увидеть и вообще узнать, да, вас именно по вашей форме. Это же все-таки одна из тех традиций, о которых мы говорили. Вот немножечко про эту форму. Расскажи нам, Алдолина. Ну, эта форма называется парадка или можно назвать бойцовкой, там разные имена. И эта форма имеет вот разного цвета, ну, получается, у каждого федерального округа свой свет. И здесь вот, получается, вот это вот называется лычкой. И тут вот стрелочки, факел, они вот имеют свое значение. То есть это вот три стрелочки и факел, это означает, что комиссар регионального штаба. Вот шеврон организации вот здесь обязательно, не в другом месте, сзади накатка. Вот таких вот правил очень много, где вот обязательно значки имеют свои места, никуда попало мы не прикрепляем. То есть у вас целая даже культура есть, да? Да, целый вот, можно сказать, закон. Парадку выдают не всем. Не всем выдают? То есть ее надо еще заслужить, да? Да, потому что это честь и гордость каждого члена. То есть ношение этой формы, это еще и показатель какой-то, да, что ты действительно, да? Ну, я у тебя смотрю очень много значков, да? Ты, видимо, такой активный, да? Ну, получается, я уже третий год работаю. Если у нас есть традиция в студенческих отрядах, если проработал три года, тебя уже можно назвать стариком. То есть старик это тот, кто уже проработал три года. У вас даже есть своя терминология, да? Старик, да? Очень интересно. А я бы вот хотела обратиться к вам, допустим, к Алдолине. Алдолина, призыв, призыв к нашим телезрителям, к студентам будущим, к студентам нынешним. От тебя, как от комиссара студенческих отрядов республики. Да, мы вот работаем, работали и будем работать. Наши двери открыты всем, получается. Мы ждем новых студентов, новых наших бойцов. Всегда присоединяйтесь к нам, а также вот наши дорогие ветераны, которые когда-то работали у нас, да? Тоже призываем вас, присоединяйтесь. Мы устраиваем для вас также мероприятия. Вы можете вот внести какую-то лепту именно вот в строительстве памятника, вот в издательстве книги. И вот юбилейный год, он действительно юбилейный. У нас вот в октябре месяце пройдет Сарисийский слет. Впервые за всю историю он пройдет у нас в городе Якутске, в Якутии. Мы очень рады, вот работа ведется. И мы вот призываем всех, чтобы... Присоединяйтесь. Да, присоединяйтесь, да. А еще хотелось бы напомнить, дорогие телезрители, что одним из девизов студотрядов является... Труд, труд, труд. Поэтому я думаю, вот под таким девизом, дорогие наши телезрители, мы подходим к окончанию нашего летнего эфира. Ну а завершить его мы бы хотели еще одной такой традицией. Это игра на гитаре. Все студотряды, наверное, знают это, да? Еще раз поздравляем всех наших бойцов студотряда Республики с юбилейной датой, с 50-летием. Всего вам самого наилучшего, успехов и, конечно, активных и амбициозных. А самое главное, умных ребят в ваших студотрядах. Ну что ж, передаем слово нашему уважаемому и любимому уже мною, да, мастеру штаба Виктору. Поехали. Я не знаю зачем, я не знаю почему, этот день теперь длинной стал жизнь одну. Тону, прикрыв глаза, одеты на гавайях, открываю и опять бетоны свои. В руках молоток, перфоратор и ритор, а ты бы смог провести так это лето. С отрядом рядом разделяя радости и беды, сапоги препочтая кеда. Жарко и женщин здесь, одни болгарки, вези по колено дожить бы до конца смен. Солнце укажет нам правильный путь, на голову, каску и свободно вздохнуть. Раз, два, строим города, три-четыре с дни на мир. Шире, пять, шесть, так было и так есть, бойцовка на плечах, это честь. Раз, два, строим города, три-четыре с дни на мир. Шире, пять, шесть, так было и так будет всегда. Пыль на сапогах мне напомнит о друзьях, тысячах, дорог и тюжинах объектах. Когда на срок урок и впрок изучены, движение в дыгоестрию, пятьдесят пять лет в деле полетели. Идея проста, бери и делай сводка, то, чье дело, свое дело, закаля, тряно дном смело. Мелым радость, светом нарисуй себе мечту, я иду, пойдешь ты со мной. Снова работа, глотаем тонны пота, листой под стрелой, где скачается покой. Солнце укажет нам правильный путь, на голову, каску и свободно вздохнуть. Раз, два, строим города, три-четыре с дни на мир. Шире, пять, шесть, так было и так есть, бойцовка на плечах, это честь. Раз, два, строим города, три-четыре с дни на мир. Шире, пять, шесть, так было и так будет всегда. Браво, спасибо большое, Виктор. Ну, Виктор исполнил песню «Строй отряда», да? И ты эту песню выучил на съезде в Новосибирске, если не ошибаюсь, да? Я выучил его в космодроме Восточа, на всероссийской стройке. Всероссийская стройка, да? Ну что ж, еще раз спасибо, дорогие наши гости, за то, что посетили наш летний эфир. Мы желаем вам успехов, удачи и, самое главное, труд крут! До новых встреч, дорогие телезрители. Увидимся на этом же месте в это же время. Всего самого наилучшего. До свидания.